Свет Души 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 представители всех городских учреждений. При колокольном звоне во всех церквах крестный ход двинулся навстречу святым мощам. Растянувшись почти на две версты, он через час достиг места встречи. И вот около половины четвертого дня близ деревни Новка показались клубы пыли и засверкали кресты. Не усилел величественный Николаевский собор, куда были принесены мощи для поклонения к вечеру 20 мая 1910 года. Сюда и поспешил священник Георгий Шавельский, который вспоминал. Площадь перед храмом была заполнена народом. Против его дверей стояла икона преподобной, около которой в лампадах горело множество свечей. Кроткий лик преподобной и лица окружавших икону молившихся, а дальше во все стороны виднелись богомольцы. Одни сидели на земле, а другие лежали, положившие под головы свои узелки, третьи стояли, беседуя друг с другом. Тихо, не волнуясь и не потухая, горели в лампадах огни. Из собора слышались звуки песнопений. Там без перерыва в течение всей ночи служились молебны. Звуки неслись отчетливо и далеко. А вдали над двиной раздавалась песня соловья. Может быть, и он в эту ночь заодно с людьми славил память преподобной. Из всех окон храма падали снопы света, а он, ввысящийся к небу, стоял под голубым, необъятным небесным сводом, как огромная дивная лампада перед Господом Богом. В эти дни богослужения продолжались по пять-шесть часов, но молящиеся выстаивали их. Трогательно было видеть, что высочайшие особы первыми подавали пример набожности. Великая княгиня Елизавета Феодоровна, королева Эллинов Ольга Константиновна, великий князь Константин Константинович с двумя сыновьями прибывали в собор к началу службы и оставались до окончания. Особенно отрадно было смотреть на великую княгиню Елизавету Феодоровну в белом монашеском одеянии, с дышащим неземной добротою подвижническим лицом. Как простая богомолка, тихо, без свиты, она входила и выходила из храма, смешиваясь с толпой и своим ласковым сердечным обращением разливая вокруг ту ласку и доброту, в которой так нуждаются и которой так дорожат человеческие души. Многие из участников полоцких торжеств, священнослужители и миряне погибнут в войнах, будут расстреляны и замучены в лагерях и даже причислены к лику святых, как великая княгиня Елизавета Феодоровна, сброшенная заживо в шахту под Алопаевском. Вместе с ней погибнет сын великого князя Константина Константиновича Игорь, выпускник полоцкого кадетского корпуса, а второй сын князя, Олег, умрет от ран в 1914 году. Научи меня, Боже, любить, всем умом тебя, всем помышлением, чтобы душу тебе посвятить и всю жизнь каждым сердцебиением. Научи ты меня соблюдать лишь твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Писал их отец, великий князь Константин Константинович, известный поэт и участник полоцких торжеств. Слова эти как молитва, как предчувствие грядущих испытаний. Почитание царственных страстотерпцев началось, конечно же, задолго до их официального прославления. Известно, что и в зарубежной православной церкви почитание началось также намного раньше. И там хранилась память об императоре, строились храмы. Ну а на нашей земле, конечно, осознание великого жертвенного подвига царской семьи началось только с 2000 года, после их официального прославления. Люди, которые верили в подвиг государя, осознавали его, много делали для того, чтобы это прославление, прежде всего, состоялось. И у нас в Беларуси много таких людей. Кто-то ездит на крестные ходы, на эти покаянные службы. И вот в 2003 году получил благословение на строительство небольшой часовинки в честь царственных мучеников на белорусской земле и Сергей Валентинович Сергеев. Сам он родом как раз с Екатеринбурга, с той земли, где случилось это страшное преступление, убиение царской семьи. Он долгое время жил в Беларуси, жена у него белорусская, они борисовчане. Но когда он захотел вернуться в Екатеринбург и там участвовать в строительстве монастыря Ганиной ямы, под руководством Схиархимандрита Сергия, Схиархимандрит Сергий его благословил вернуться в Беларусь и построить вот часовинку. То есть начать строительство, чтобы люди знали, чтобы приезжали, молились. Строительство началось только в 2007 году. Четыре года понадобилось для того, чтобы найти единомышленников, строителей, создать проект и, конечно, собрать прежде всего необходимые средства. Сергей Валентинович пожертвовал их лично очень большое количество. Он даже продал наследственную квартиру, и домочадцы его поняли, оценили подвиг ради семьи и своей, конечно, в честь царственных мучеников. И, конечно, труды эти были оценены промыслом Божьим. Часовенка была построена, освящена в 2013 году, то есть где-то понадобилось 7-8 лет. Большие труды тут положил еще благочестивый строитель Адриан Соловей из города Борисово. Он построил много храмов. И вот этот был, наверное, в числе последних, уже человек почивший. Вот так потихонечку мы узнавали о том, что в деревне Юзефово, недалеко от большой придорожной деревни Житьково, по дороге из Борисова на Холобениче, есть такой маленький храмик. Вот когда к нему подъезжаешь издалека, прежде всего бросается в глаза что-то сияющее издалека на высоте. Это, оказывается, колокольня. Параллельно строилась колокольня еще две часовни. И когда уже подъезжаешь, близко ты понимаешь, что-то необычное в этой колокольне. Оказывается, она увенчана царской короной венчальной. Ни одной такой колокольни в мире больше не найти. А у нас на белорусской земле пределок теперь уже Борисовской епархии она есть. Ну и вот промыслом Божьим далее так развивались события, что осенью 2015 года раздался звонок Сергею Валентиновичу, брату Сергию, как мы его называем. Звонит матушка Василиса, покойная теперь уже, и говорит, надо встретиться, поговорить. Встретились. И она показала ему указ по епархии, что здесь, в этом маленьком храме-часовне, будут проходить службы. Раз в неделю обязательно будет совершаться литургия. Вот что значит образование епархии. Значит, уже по-другому. И началось отношение к храму, к вообще осознанию того, что у нас есть такой храм царственных мучеников. Пусть маленький, пусть в какой-то отдаленной деревне, но он есть. И потянулись потихоньку люди. В 2016 году, 17 июля, впервые престольный праздник. Владыка Вениамин приехал, конечно, две группы паломников. Еще незадолго до этого брат Сергий съездил в Екатеринбург и привез капсулу с землей, ганиной ямы, освященной мученическим подвигом страстотерпцев. Торжественно эта капсула была заложена вот в такой образ, как бы ганиной ямы, как бы имитация, образ. И место было освящено прямо вот напротив храма. Но, к сожалению, только один год, один раз участвовала и руководила всеми этими событиями, как Игуменя, наша покойная Матушка Василиса. На следующий год мы уже молились об упокоении ее души и вспоминали этот праздник. Ровно через год мы вновь собрались, вновь ходили к крестным ходам, молились о царственных мучениках. И уже открывалось, а что же будет дальше. Продолжалось строительство еще двух часовен. И уже в этом году, в год столетия, будут освящать часовенку Алексея Цесаревича с крестильней и часовню в честь святой преподобно-мученицы Елизаветы Федоровны, Елизаветы Аллопаевской. И вот как раз напротив часовни будет имитация такая, образ создается, чтобы туда также вложить капсулы с землей вот этой шахты Селимской под Аллопаевском, где погибли великие князья и вместе с ними преподобно-мученица Елизавета Федоровна. Так что мы ждем больших событий в наступившем уже лете 17-18 июля. Скорбные дни. И вместе с тем для монастыря они радостные, потому что приезжают люди. Мы молимся царственным мученикам, мы молимся Елизавете Федоровне о любви, о милосердии, о укреплении наших семей и понимаем, как они нам помогают по нашим молитвам. И всякий паломник, который приезжает к храму царственных мучеников, который на сегодняшний день имеет статус храма-подворья Свято-Ксеневского монастыря в деревне Барань Борисовской епархии, всякого человека встречает арка-киот с изображением Серафима Саровского. Ведь в самом монастыре тоже есть предел, нижний предел в честь этого великого святого Серафима Саровского, столь любимого нашими людьми православными. И невольно вспоминаешь слова и осознаешь смысл этого образа. Царь, который меня прославит, того и я прославлю. В период царствования Николая II были прославлены святитель Феодосий Черниговский, преподобный Серафим Саровский, святитель Иосиф Белгородский, святитель Ермоген Московский, святитель Петерим Тамбовский, святитель Иоанн Томольский. Восстановлено почитание святой княгини Анны Кашинской. Встреча Сергея Валентиновича Сергеева, инициатора, строителя маленького этого храма в честь царственных мучеников, она стала промыслительной для всех, и для монастыря, и для самого нашего брата Сергия, для нас, паломников, экскурсантов, туристов. Действительно, очень промыслительная встреча. Матушка Василиса приняла предложение Сергея Валентиновича передать храм и все, что вокруг храма, то есть строящиеся часовни, колокольню, в состав монастыря. Планировалось еще при жизни Матушки Василисы устроить там подворье, дать статус подворья этому приходу, и со временем образовать скит. И вот сейчас продолжается работа по устроению скита, а в каждом монастыре желательно, чтобы был скит. Вот непрестанно творилась молитва, а значит, намаливалась та земля, на которой живут люди у нас в Беларуси, потому что монашеской молитвой стоит, наверное, наш мир православный, и мы живы по молитвам в наших монастырях. А сейчас мы направимся в Крайск. Почему-то мне кажется, что название этого местечка произошло не от слова окраина, хотя Крайск затерялся где-то между Логойском и Вилейкой, а от дивного слова край. Свернув от плещениц в сторону Крайска, все дальше и дальше ведет дорога в заповедные лесные места. Расположенный в Логойском районе на берегу реки Крайчанки, Крайск впервые упоминается в 1523 году. Все времена в нем была одна улица, панская усадьба, мельница и церковь. Исторические источники сообщают, что в XVIII веке в Крайске существовал монастырь. Сильно пострадал Крайск в Великую Отечественную войну. 112 его жителей были замочены гитлеровцами, а само местечко частично сожжено. Пострадал в пожаре и Крайске Свято-Никольский храм. Нигде в Белоруссии не встречало такого дивного внутреннего убранства храма, как в Крайске. Иконы в нем собраны с большой любовью, украшены деревянными резными окладами, с белыми лилиями, птицами, крестами. Это все труды местного батюшки, отца Сергия Подольского, который вырезал их своими руками. Одна из них спас вседержитель дар местной крестьянки Анастасии Дегтяревой, которая, спасая икону из разоренного храма, много километров несла ее на руках. С потолка спускалась редкая в наших местах свечное паникодило, а это значило, что в храме молятся при свечах. Храм в Крайске – один из первых в Белоруссии, престол которого освящен владыкой Филаретом в честь царственных мучеников, канонизированных Русской Православной Церковью. Здесь их особенно почитают, потому что ощущают их небесную помощь в восстановлении святыни и в своей личной жизни. В этом убежден настоятель Крайского прихода отец Сергий Подольский. Вот вы привезли фотографии ваших трех храмов, восстановили эти храмы. Удивительно еще и то, что престол в вашем свято-никольском храме построен в 1874-м рядом с деревянным очищанием государства. Каменный построен. В то время эти храмы строились очень быстро, за год бригады ходили и ставили их с помощью прихожан. Такое удивительное совпадение храм святого Николая Чудотворца. И престол вашего храма освящен в честь царственных мучеников. Заглядываясь назад, понимая, что Господь уже промыслом своим заложил это давно. Даже сами храмы, ведь два их в селении, в селении небольшое, в центре деревни это большая проходская, свято-никольская, а на кладбище свято-алексиевская. Промыслом Божьим уже заложены то и царь Николай, и царевич Алексей. В одном вот селении и вот та помощь царская, которую ощущал он духовно. Первые годы служения в 95-м, 96-м, а к концу 97-го Господь открыл, что эта помощь выражена знаменательно. То есть все царские даты, дни рождения, теза именистов, икон Божьей Матери, особо царского рода Романовых, почитаемые, все это вот выражено именно в датах. Та помощь, восстановление, прихода, не только храм одного, двух уже и третий восстановлен в 10 километрах. Все это, вся помощь именно в царских датах выражено. Их кончины, их рождение. Да-да-да, это вот все с 97-го года введу подробный дневник. Кроме того, и в церкви, но еще и у нас рождаются детки, те, кто ближе и почитают царственных мучеников именно в царские даты. Немного, пять-шесть уже, но и названных в честь царственных мучеников и умирают пожилые, те, кто был близок к приходу. Кто помогал в царственных мучеников. Чем мог? Вот старички, эти старушки, их немного, но хоть немножко они были близки, и Господь их, вот царственные мученики, забирают их в свои даты. Понимаю так, что так вот небо разговаривает с землей. Вот опять же, оглядываясь уже назад, понимая, что те люди, особенно, кто испытал какие-то трудности, скорби земной жизни, ценят и веру, и церковь. Особенно. Бога благодарим, и царственных мучеников, поскольку мы уже все новообращенные практически. В этом плане мы должны сами немножко себя подвигать, вспоминать прошлое, считать больше об этом. Не говорить, что это прошло, и все уже. Нет, в прошлом наше настоящее и будущее. В начале 90-х годов, когда началось возрождение духовных традиций, возрождение монастырей, храмов, пределов, основания сестричеств, появилось у нас в Беларуси и сестричество в честь Елизаветы Федоровны, принцессы Гессендармштадтской, прославленной уже как святой преподобной мученицы. И от прихода при Петропавловском соборе родился монастырь на территории психиатрической клиники, крупнейшей в Восточной Европе. И, конечно, плоды трудов многочисленных сестер этого монастыря нам уже хорошо известны. И мы приезжаем в этот монастырь, чтобы вспомнить жизненный путь, житие Елизаветы Федоровны нам рассказывают об этом на экскурсиях, ее духовный подвиг и, прежде всего, ее дела милосердия. И, конечно, она принадлежала к императорской семье Романовых. Она претерпела такую страшную боль по телю близкого человека, своего супруга, и после этого вот начала особенно развивать свои дела милосердия, приняв монашеский постриг Диаконисы. И не случайно, наверное, особым промыслом Божьим один из пределов хорошо теперь известного Свято-Елизаветинского монастыря был освящен в честь царственных страстотерпцев. Но это необычный предел. Он находится в криптовой части храма в честь державной иконы Божьей Матери. И, естественно, он похож на такие древние пещеры. Он вот так вот декорирован, благоукрашен. И мы же вспоминаем невольно здесь, что царская семья погибла в подземелье, в подваре Ипатьевского дома. И, наверное, вот такое устройство этого криптового храма и крестильня одновременно удивительно промыслительная и очень выразительно дополняет в целом вот все святыни такого нами уже любимого, необходимого нам монастыря теперь уже в пределах города. Ведь новинки уже давно стала частью города Минска. Так что святые царственные мученики, как прославленные уже святые, в честь них освящена вот эта крестильня. Мы можем ее посещать и на экскурсиях, можно организовать и получить благословение на крещение в этой крестильню. удивительное место, красивое, благодатное памятью царственных мучеников. В паломническом пути по отечественным святыням нас сопровождал экскурсовод Наталья Загревская. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин